добрый день дорогие зрители наши путешествия с рено дастер продолжаются и сейчас я нахожусь в городе алматы еду делать колесо можно снова возвращаться к нашим приключениям поставили кордовую заплатку сказали шнурок не подошел бы я все же порезал шину оказывается сказали либо камнем либо каким-то куском железа но в моем случае это наверное камень все же там каменистая местность была благо только одно колесо получила порез вот все сделали пришло примерно час так как людей было много сегодня воскресенье все меняют резину выезжаю по улице жанцугурова на копчегайскую трассу и сегодня еду в алтнемель вчера кстати заплатную дорогу с машины сняли 320 деньги это получается из алматы до кавшагай и дальше до национальный парк алтнемель и обратно вот это можно будет посмотреть выпуск про алтнемель сакские курганы без шаттер а сейчас я на заправку заехал заправился залил 35 литров 95 бензина так как здесь стоит 1 и 3 двигатель объем но с турбиной производитель пишет что здесь 150 лошадиных сил но ему вроде как хватает то есть вчера я такой проблемы не ощутил что не хватает мощности а если смотреть там по объем где-то наверное здесь будет два с половиной литра если без турбины считать где-то так получается кушает он бензина 7 литров на 100 километров что очень радует и сейчас уже выезжаю из алматы следующая заправка наверное будет уже может быть сарой языке на всякий случай заправлюсь или уже рядом с населенным пунктом бащей интересно сколько сегодня возьмут за платную дорогу на всякий случай закинул на баланс машины 340 тенге посмотрим сегодня буду отрезок проезжать от алматы до населенного пункта сарюзик в 11 55 выехал из города алматы платная дорога только что выехал из города капсанай это вот буквально кажется в прошлом году сделали платным участком от капсанай до города талтурлан заехал в шенгель до добрался сюда за 55 минут из города алматы кербулак аудан накрытых заехали в кербулакский район то что участок дороги капсанай талтурлан сделали платным я с этим совсем не согласен здесь дорога ну так себе очень много мест где уже переделывали асфальт и он то есть бугорками там подпрыгиваешь как бы да вот смотрите за это еще и платить деньги вообще просто не понимаю как от чего отталкиваются и когда то есть обычно если делают платные дороги то соответственно должна быть альтернатива бесплатная а у нас получается капсанай талтурлан больше нет дороги только вот это единственное такое ощущение что вот здесь именно нету бетонного покрытия так скажем внизу под асфальтом может быть из-за этого как бы асфальт портится и проседает подъезжаю к перевалу ахарла здесь вот направление еще на жаломан из 12 километров жаломан кафесы еще есть и еще вот эти ограничения на пешеходных переходах на трассе ну где еще до остановки стоят тоже не понимаешь честно ограничение то работает как бы всегда люди там ходят ну крайне редко как бы скидывать скорость как бы нужно ну по пдд и как бы тоже так скажем такое хорошее место для того чтобы ловить водителей на нарушение ну вот здесь тоже на перевале 47 километра ограничение 70 километров час и то есть честно знак как выглядит подозрительно такое ощущение будто бы шрифт другой использовали и здесь тоже асфальт уже видно что латали и он такой неровный и теперь вот здесь получается 5 километров почти ехать 70 километров ну аграничение 70 километров час аркарлы асу о сару зекке жақындап калдык осы жерге алматы там бір жарым саға бір жарым сағаттын арасында жет олдым до сару зека добрауса примерно за полтора часа из город алматы бул аут уралы канал дай алиешкандай сурлем жоқ брак мукун кейн рек болада пока что про сару зек я ничего не снимал на канале никаких видео нет и я еще не знаю когда будет в этот раз наверно снимать не будем так как сару зек реально большой не знаю почему него статус аул или село как бы у него статую как бы ну по размерам он как минимум поселок городского типа как-нибудь сюда приеду чтобы уже нормально здесь погулять посмотреть до алматы отсюда 170 километр здесь вот заправка есть гелиус если надо будет заправиться я заправляться не будут так как у меня упало чуть меньше одного деления пол деления можно сказать так наверное сторону центра ол заезжать не будем поедем по объездной дороге вот здесь видимо положили асфальт классно раньше на объездной дороге вообще плохая дорога была получается если ехать по объездной дороге то сару зек у нас остается с левой стороны не знаю когда здесь как бы сделали новый асфальт но он уже в ужасном состоянии его уже испортили и сейчас вот вроде как делают ремонт что ли местами как так можно положить асфальт что он не пролежал как говорится вообще даже нормальное время сегодня кстати 10 апреля и я вот кстати этой машине уже катаюсь три дня вчера мы ездили тоже вот не мель только с другой стороны и сегодня тоже едем вот не мель только уже со стороны аула баши вот здесь вообще копают что-то конкретно ищут клад какой-то съехал с объездной дороге на основную дорогу которая ведет в сторону от не мель так тут совсем асфальта нет вообще какой-то подчат здесь все состояние ужасной дороги да неудивительно что говорят что посещаемость национального парка от не мель уменьшилась неудивительно по такой дороге мало кто хочет туда ехать дорога здесь в дырках в ухабах но вот здесь вроде как уже чуть получше чем там где мы только что были о здесь прямо видно что будто бы асфальт более свежий видимо местами все же был какой-то ремонт вокруг здесь красота справа поля слева луга зеленый вдали там снежные горы и к сожалению всю эту прекрасную картину портят только местные дороги которые с годами становятся только хуже последний раз я здесь катался вроде как 2020 году и дорога была получше сейчас совсем конечно разбитая надеюсь в этом году ее будут ремонтировать но смотрите здесь вообще даже асфальта нет это вот все дорога до поющего бархана не знаю может быть если ехать со стороны жаркента может быть там дорога будет получше но здесь сейчас конкретно дорога так себе тут вообще просто камня насыпали вчера я катался по нацпарку алтнемель ездил на сахский курган и бишатр и там есть честно дорога была лучше чем сейчас тут так так такого кажется тут все же делают новую дорогу выехал на хороший асфальт такой видно что вроде как свежий не знаю этого года или нет но свежий надеюсь вся дорога будет такая дальше подъезжаю уже и здесь вот у нас поворот налево быть может это кого-то удивит а кого-то нет но есть алтнемель аудак округа и есть аул алтнемель мы как раз сюда не пугайтесь в нацпарк алтнемель мы тоже поедем но чуть позже сперва надо здесь побывать а он там вот что-то новое появилось предлагаю прогуляться посмотреть поближе мое путешествие началось еще вчера вот сегодняшний формат будет формате сериала так вот такое вот место не знаю когда построили сейчас посмотрим поближе какая прикольная закрывашка а он и и и и и и и и и Кылышбек Батыр Жанкель Би Дос Олы Біркытбай Би Малдубай Олы Сабанши Олыс Би Кажи Айтабай Олы Диканбай Би Кажи Кошқар Олы СБ Кошқар Олы Жайнақ Батыр Кошқар Олы Дос Батыр Интересное дерево Ох какой он острый Кошқар Олы Сабанши Олы Сабанши Олы Сабанши Олы Сабанши Олы Батыр Наверное не знаю действует или нет Но сдалека кажется заброшенным Мы сейчас находимся в Алматинской области Кербулахском районе Барашки пасутся, лошади А вот и знак Алтын и Мель Дорога здесь центральная хорошая С левой стороны здесь получается аул Основная часть Или может быть даже вся Это видимо школа местная Здесь трехэтажная А вот и озеро Там позади него какое-то здание Может быть это наденет ее Дом культуры Но выглядит неухоженным Даже заброшенным Местный видимо Акимат здесь Мечеть Рядно с мечеть какое-то здание Какое-то еще двухэтажное здание здесь А тут много всего интересного Ну сейчас мы предлагаю По основной трассе вот этой Проехать до конца ула Потом вернемся Есть в Ауле АЗС Вроде функционирует Да, рабочий Такой прям старенький АЗС Здесь вот старенькая остановка Тут видимо какая-то река протекает И еще одна речка протекает А тут дальше уже выезд из-за ула Конец населенного пункта Альт-Немель Странно, что здесь фон Такой желтоватый Должен быть белый Может на солнце выгорел Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Получается из Алматы до аула Алт-Немель Я добрался за два с половиной часа Остановился здесь в мечети Остановился здесь в мечети Альт-Немель Мечте Интересно, что здание пососедствует Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Может outlook switchingера Менде могут прогуляться от мечети чуть левее Памятник есть Здесь бензин стоит 92-е 180 тенге Дизельное топливо 225 телれ Топливое hill А 95-го Гомнот-мель Видимо не привозят сюда вроде как стоят антенны мобильной связи ну или два актив работают сотовая связь а вот мобильного интернета нету то есть очень слабая скорость здесь вот тоже какой-то госучреждение находится интересно что здесь было раньше в этом здании не знаю здесь может быть был какой-то другой памятник а потом уже поставили эту железку здесь оказывается сейчас находится местная амбулатория от немеля отдых дар герлик амбулаторис пока что никого еще не встретил хотел спросить по поводу музея а у енды есть кирк что корр кай так здесь вот вблизи находится вот такой памятник ворота закрыли на проволоку пришлось разматывать а 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 и а и а а Так, получается, здесь вот с левой стороны от памяти находился еще какой-то объект тоже какое-то здание остался фундамент там тоже есть проход у него забор свой и дальше уже уходит какой-то типа как парк король кубикин так много ворон здесь вот тоже интересно что здание здесь было получается за зданием оказывается такое на эти поле справа вон там высажены деревья тут вот еще одно здание разрушенное там так, на той стороне еще один памятник вижу вот такой сохранился старый тротуар и я тут заметил что деревья еще не начали зеленеть то есть в Алматы уже во всю там зелень а здесь деревья еще нет там вот есть какое-то двухэтажное строение вон там со стороны похоже на старого формата детские сады а а а а а ну а а а а а а а по старым данным здесь вауле проживает примерно 1500 человек вот такое двухэтажное здание заброшенное как я ранее говорил напоминает ну детский сад ну вот там даже на втором этаже так стены разукрашенные для детей так скажем какие-то там рисунки было бы здорово конечно попасть на второй этаж посмотреть рисунки и здесь вот вблизи видимо это старая мечеть вот справа здание у него там купол полумесяц там наверное на данный момент уже не работает так как есть новая мечеть ну и дальше уже дома здание старой мечети так вернулся к этому зданию который предположить на детский сад грунгобала вошаде в лимон здесь вот весь окно на первый этаж здесь вот такие вот рисунки а ну в целом сюда можно зайти оказывается он там есть проходы здесь даже потолок разукрашен еще одна комната и здесь вот такие вот лестницы есть кажись деревянные так это я вот на втором этаже вот такие рисунки сохранились потолок вот такой еще одна комната здесь уже другие рисунки это все рисунки и сказок если знаете что за сказки пишите в комментариях под видео быть может не все знают эти сказки здание мечети старое здание мечети вот так выглядит здание позади предлагаю обратно вернуться в сторону мечети так вернулся к мечети здесь вот рядом с мечети вот такое здание есть я так предполагаю то есть может быть музей сейчас найдем центральный вход но здесь никаких вывесек ничего нету двери закрыты шторы закрыты и спросить не у кого думаю здесь находится местный акимат сельского округа вот все везде закрыто сегодня выходной день не работает а что вот это за здание такое большое рядом с акиматом я пока не понял буду только строить предположение что это бывший дом культуры сейчас не знаю что это несмотря на то что на улице плюс 19 градусов показывает ветер холодный уши замерзли так что пришлось приодеться вот такое озеро но это больше пруд я думаю здесь просто вода скапливается перепись уже давно прошла интересно когда данные будут а то все еще пользуемся старыми данными здесь вот находится алканы имели у рта мих тебе интернет все же хоть как-то работает если немножко подождать в википедии нашел такую информацию тут написано болт не имели провел последние годы своей жизни шукану алиханов здесь же он был и похоронен связи со 150 летним со дня рождения ученого в 1985 году в селе был открыт историко-мемориальный музей так музей все же где-то здесь должен быть средняя школа с дошкольным мини-центром да безлюдно сегодня однако даже здесь школе никого нет ладно но неужели получилось кого-то найти встреча знающего человека сказал что музей здесь нет музей находится в ауле шукан я его ранее проезжал по трассе там надо было свернуть другое место значит информация которая на википедии написано она видимо ложная вот или не знаю даже или может быть здесь раньше был музей потом он переехал конечно непонятная ситуация так баул шукан так 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 ну посмотрим может быть тоже съездим если успеем а это здание до подтвердили мои догадки бывший дом культуры на данный момент стоит вот таком состоянии разрушенном ну что ж предлагаю теперь прокатиться по некоторым улицам аула можно заметить что здесь свежий асфальт дорожного освещения вдоль этих дорог я не вижу тротуара тоже нет не знаю как называется улица так как нигде не вижу табличек с названием и номеров домов тоже не видно здесь тоже вдоль дороги нет освещения а здесь появились таблички написано к бомба батыра улица хамба батыр кучеса 15 дом 16 18 а здесь видимо пункт полиции ох 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 ну ты чё крутой какой не захотел уходить дороги здесь вот оказывается пункт полиции вот здание ну радует что хотя бы вот по аулу есть хорошая спать газовых труб кстати я не заметил я думаю вы тоже не заметили здесь газовых труб не знаю когда сюда завезут газ но видать не скоро так как и по пути я тоже не видел газовые трубы здесь вот заканчивается дорога о здесь поход курган есть смотрите какая такая высокая . прям с горбиком да это по всей видимости курган посмотрел на карте но он реально выглядит как курган вернулся обратно на асфальтированную дорогу я думаю уже будем потихоньку выезжать из аула ну здесь не на всех дорогах есть асфальт но вот основные они асфальтированные и асфальт довольно свежий не раз дуке на по этой улице тоже нет дорожного освещения и тротуара не знаю быть может будущем появится непонятно а байку часы конец населенного пункта аут не имели рахмет сау болонес спасибо и до скорой встречи а